Всем привет! И сегодня я хочу попробовать новый для меня формат. Я буду записывать разные спидпейнты, и сегодня будет очень коротенький. И буду размышлять на какие-то темы просто фоном, чтобы вам было интересно послушать. То, что мне пришло в голову сейчас, это как бы избавиться от навязчивой мысли, то, что я не такой. То есть часто мне попадает в голову мысль о том, что вот, ну, почему я, например, почему моё поведение, оно не такое, как у этого человека? Почему мои эмоциональные качели просто иногда выбивают меня из всего в этой жизни? И я начинаю думать то, что, наверное, это не ок, наверное, мне нужно выбрать какую-то определенную модель поведения и быть, наконец-таки, нормальным человеком? Возможно, возможно, я не исключаю. Скорее всего, так и есть. Это идёт, опять же, с детства, когда родители воспитывают нас по общепринятым социальным правилам. А-ля, будь нормальным, не ори, не радуйся, не плачь, ничего. Короче, просто закинь все свои эмоции в одно место и будь нормальным. И как бы такой вопрос напрашивается, а что такое быть нормальным? И надо ли? И, возможно, как мне кажется, сейчас не то, что эра ненормальности, но индивидуальность, она всё-таки приветствуется. И как же трудно после, не знаю, всех этих садиков, после этого детства, когда тебя воспитывают в каких-то рамках, после школы, которая... О, боже, школа — это просто убийство всего, что можно вообще убить всей твоей личности. И после этого всего раскрыть себя и как бы переходить и перешагивать какие-то свои барьеры — это, блин, дохрена сложно. И несмотря на то, что быть собой — это абсолютно нормально, и это настолько ценно, я иногда... Вот я могу сейчас сказать, что я, ну вот, я скорее являюсь тем, кем я есть, хотя мне кажется, что жизнь дана для того, чтобы понимать, кто ты есть, и это постоянно меняется, у тебя постоянно меняются вкусы, приоритеты, направления какие-то в твоей голове, какие-то твои правила внутренние тоже могут меняться, это тоже нормально. И мне кажется, сейчас я уже меньше гораздо боюсь быть собой, правда, и как бы это правильно сказать. Я ощущаю этот вайб, когда я абсолютно такая, какая я есть, и какой бы я странной ни была, да, с каким бы странно меняющимся настроением я ни была, я понимаю, что мне от этого так кайфово, что я не боюсь и не закрываю себя. Это, блин, охренеть как ценно, потому что до этого я... Ну, хотя и сейчас я могу периодически надеть на себя какую-то а-ля маску, и просто так проще жить в социуме. И я не знаю, как от этого просто избавиться на постоянной основе. Вот. В общем, весь мой поток мыслей на эту тему, ну, не весь, а краткий, я вам вылила, поэтому, поэтому живите теперь с этим как-нибудь. А я буду с вами прощаться. Это был Speedpaint Drawing Your Style. Drawing Your Style. Я нормально рисковариваю. В общем. Это иллюстрация, и я, кстати, очень довольна. Все, спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok